Ну вообще за последние 10 лет в нашем Ленинском районе, теперь округе, произошли очень серьезные изменения. Причем как негативного характера, о которых мы уже много говорили, так и позитивного характера. То есть на фоне всего вот этого безобразия, на фоне всей этой коррупции, хищения земель и так далее, у нас наконец начало зарождаться настоящее гражданское общество. То есть это некое сообщество людей с активной гражданской позицией, которые понимают то, что от них, от их позиции действительно зависит то, что происходит у нас в жизни, то, что происходит вокруг них. То есть люди, которые готовы добровольно брать на себя ответственность за многие процессы, происходящие в нашем обществе. Тратить свое личное время, какие-то свои средства, отрывать их от семьи для общего блага. И таких людей действительно становилось все больше. Они начинали объединяться вначале по территориальному признаку, по признаку проблем. То есть возникла где-то проблема, например, в одном месте, там лес вырубают, вот там жители окрестных селений объединились в инициативную группу. Возникла в другом месте проблема, там тоже объединились. Потом эти инициативные группы начали друг с другом уже взаимодействовать, обмениваться опытом, какими-то документами, на совместные какие-то мероприятия выезжать и так далее. И в итоге уже назрела необходимость объединиться в какую-то официальную организацию, то есть создать некую структуру. Для чего? Тут несколько целей. Во-первых, за счет разделения труда, как известно, в любой сфере можно повысить очень существенно в разы производительность. В том числе и не исключением является и активистский труд, труд общественника. Потому что дело в том, что каждый активист, он силен в чем-то своем. Ну, например, один очень хорошо разбирается в вопросах ЖКХ, но вопросы, например, там какого-нибудь градостроительства или земельного права для него, ну, он их не очень хорошо знает. А другой, например, очень силен в бюджетном законодательстве, вот, но не знает там какие проблемы в системе образования и так далее. Вот, кроме того, у каждого есть свой какой-то склад характера. То есть кто-то, например, очень хорошо умеет работать с документами, с бумагами. То есть он может анализировать, может грамотно ставить вопросы, грамотно запросы делать и так далее, да, добывать какую-то информацию. Но если, например, на каком-то публичном мероприятии, он может как-то растеряться, там, не знать, какое слово сказать. А другой человек наоборот, он там может быть напорист в своих выступлениях, он там может просто припечатать там, значит, любого чиновника словом. А когда речь заходит о документах, вот, то он начинает теряться, то есть ему это что-то непонятно. Кто-то, у кого-то есть, там, например, дар публициста, кто-то хорошие статьи пишет, да, а вот какой-то строгий, например, там, юридически грамотный текст ему составить сложно. Кому-то наоборот. Кто-то там прекрасно общается с людьми, может, там, пройти, там, по своему двору, там, все его знают, и, в общем, он всех, там, так сказать, на свою сторону, значит, сумеет, там, так сказать, перетянуть. Вот, а кто-то, наоборот, стесняется с людьми общаться, да. И за счет этого, да, если мы грамотно построим нашу работу, то мы сможем, вот, за счет этой специализации разделения труда добиться, ну, гораздо больших успехов. Ну, вот такая была задумка, так скажем. Для этого нужна, значит, что для этого нужно? Для этого нужно, во-первых, четко понять наши основные ценности, да, которые нас объединяют, основные цели, задачи, сформировать структуру и некие правила поведения. Вот, значит, такая стояла задача. Вот, тем более, что надо понимать, что те, кто занимается всем вот этим расхищением, воровством и так далее, они объединены в очень четкую, хорошо работающую структуру. И объединены они за счет одной ценности. То есть, для них сверхценностью являются деньги. Так или иначе, деньги, разные какие-то материальные блага. И вокруг вот этой идеи получения денег легким путем, ну, за счет других, за счет обмана, за счет мошенничества и так далее, эти люди объединены в четкую, хорошо работающую, слаженную структуру. И противостоять им в одиночку достаточно сложно. Поэтому нам нужно создать тоже свою структуру, но объединенную вокруг других ценностей. А каких? Вот, для нас ценностями что является? Это идея общего блага, да. То есть, например, да, можно... Вот, каждый человек хочет жить хорошо. Ну, скажем так, практически нет людей, которые сказали, что я хочу жить плохо. Вот, но один хочет жить хорошо за счет других. То есть, чтобы пусть другому будет плохо, лишь бы мне было хорошо. Это вот как раз они. А другой скажет, что давайте сделаем так, чтобы было хорошо всем. То есть, можно какие-то придумать там правила такого общежития, да, назовем их, чтобы было хорошо и комфортно всем. Максимально комфортно всем. Максимально. Ну, полностью не будет, но максимально, да. Вот. И это как раз вот наша, да, основная, да, ценность, это общее благо, да. Да, дальше, да, например, у них все построено, вся их там агитация, пропаганда, все построено на лжи, искажении фактов. Мы, наоборот, за то, чтобы честно людям рассказывать о тех или иных событиях, да. То есть, честность для нас тоже является ценностью. Мы за справедливость. То есть, все решения должны, значит, приниматься по совести, справедливо. И, ну, все какие-то блага, там, экономические, материальные, тоже должны распределяться справедливо. А не по принципу, там, например, это мне, там, брат сват, да, ему все. А это, как бы, там, так, холопы, им ничего, да. То есть, все должно быть честно и так далее. Вот. Ну, вот, собственно, основные наши ценности. И, соответственно, цели у нас следующие. То есть, способствовать дальнейшему формированию и развитию гражданского общества. Усилить гражданский контроль над органами власти всех уровней, да. Ради чего? Ради устойчивого социально-экономического развития нашей территории на благо всех. Ради того, ради сохранения окружающей среды. Ради общественной безопасности и так далее. То есть, вот такие у нас цели и задачи. На какие деньги вы существуете? А, значит, на самом деле у нас сейчас нету никаких членских взносов. Вот. И, но, естественно, тратить свои какие-то личные средства на достижение общих целей у нас не запрещено и не возбраняется. Но, на самом деле, много тратить вот на данном этапе и даже не приходится, скажу честно. То есть, если у тебя есть, значит, компьютер, подключенный к интернету, да, там, какое-то, например, мобильное устройство, да, с камерой. Если у тебя есть, в принципе, это уже достаточно много для того, чтобы заниматься общественной деятельностью. То есть, ты можешь там фиксировать любые какие-то нарушения, ты можешь писать обращения, ты можешь выступать где-то в социальных сетях, да, доносить информацию для них. Ты можешь обращаться в органы и так далее. То есть, даже принтер с бумагой, и то, в принципе, не является сейчас обязательным условием в наш век информационных технологий. Поэтому много денег не надо. Помещения своего у нас сейчас также нету. Но с учетом, опять же, вот этих ограничений по ковиду, ковид нас многому научил. Что, оказывается, очень многие мероприятия можно проводить в режиме онлайн при помощи видеоконференций. И мы, например, каждую неделю проводим наши заседания именно в режиме видеоконференций. Мы бы не смогли каждую неделю проводить заседания, решать насущные вопросы нашей организации и района, если бы для этого приходилось где-то собираться в одном помещении. Потому что район у нас большой относительно, все дороги у нас в пробках. И куда-то, даже будь у нас помещение, вот каждую неделю мы бы не собирали такого количества участников, как мы можем собрать их на видеоконференции. И все необходимые вопросы принять, решить, проголосовать и так далее. Так что, безусловно, информационные технологии, это, в данном случае, на нашей стороне. Как вы осуществляете связь с общественностью? То есть, я имею в виду, у вас есть эксперты, они из числа людей, то есть, из числа гражданского общества. Так вот, для более широкого круга, когда люди сталкиваются с какими-то проблемами, чтобы они знали, что у вас есть эксперты, им можно обратиться так или иначе. Вот это связь с общественностью? Пока у нас, пока мы, ну мы скажем так, мы пока существуем чуть меньше полугода. Вот пока мы активно работаем в социальных сетях. Планируем сайт запускать, сейчас он у нас в процессе разработки. Планируем, конечно, и печатное издание тоже распространять, потому что в плане работы с информацией, конечно, нужен максимально широкий охват, максимально широкая аудитория, максимальное количество способов донесения информации. Ну, пока соцсети. А отделение в каких районах, округах городского есть? Ну, у нас устав предполагает возможность создания местных территориальных ячеек на территории нашего округа. Значит, на данный момент они созданы пока только в двух местах. Это совхоз имени Ленина и горки Ленинские. Почему только в двух? Ну, смотрите, можно было чисто административным решением руководящего органа их создать хоть во всех, но для того, чтобы они были работоспособными, нужно, чтобы инициатива шла снизу. То есть, созрел актив данной местности сформировать свою ячейку самоуправляемую в рамках нашего устава, то мы только благословим и поддержим. Вот. Не созрел, пытаться насильно кого-то согнать в колхоз, это дело абсолютно неблагодарное и абсолютно бесперспективное. То есть, таких каких-то бутафорских общественных организаций у нас и, собственно, действующая власть плодит огромное количество, но толку от них никакого. Симуляторы такие, да? Конечно, только одновидимость. Ну, случаются же конфликты наверняка. У общественников это вообще дело там обычное, вот в связи со спецификой определенной. Все считают, что они сами себе руководители, вольные такие художники. Если они случаются, то как разрешаются они? Да, безусловно. На самом деле, кто такой активист? Активист – это, естественно, человек с определенным набором качеств. То есть, благодаря этому набору качеств он проявил себя как активист. Не будь у него этих качеств, он бы активистом, собственно, не стал. И, естественно, среди этих качеств, да, есть именно какие-то лидерские задатки. Да, у каждого активиста абсолютно. То есть, человек без лидерских задатков он активистом не станет. А раз есть много людей в одном сообществе и все с лидерскими задатками, то естественно неизбежно возникают конфликты, потому что каждый считает, что именно он лучше других знает, как решить данную проблему, именно его подход самый правильный и вообще он там сам себе командир. Хотя с другой стороны, объединение в организацию дело добровольное и все понимают, что конечно в теории, если объединить усилия, то можно достичь больших результатов. Поэтому естественно конфликты возникают и они возникли практически сразу после нашего создания, буквально в первый же месяц мы уже столкнулись с такой проблемой и поэтому мы стали решать его таким образом. Мы приняли ряд внутренних наших документов, внутренних положений, которые регламентируют наши, в частности есть у нас так называемое положение об организационной этике. Во многих, в том числе даже и коммерческих, серьезных каких-то корпорациях есть тоже такие положения корпоративной этики, которые регламентируют порядок общения друг с другом, порядок обращения с информацией и так далее. Вот и мы тоже приняли такое положение, мы в него уже несколько раз вносили поправки, вносили дополнения, потому что сталкиваешься с каким-то прецедентом и понимаешь, ага, в нашем положении мы вот это-то и не учли. Потому что жизнь она постоянно заставляет как бы корректировать наше внутреннее законодательство. Вносим соответствующую поправку. И собственно у нас действительно есть определенные результаты. То есть если в начале часто наблюдалось там какое-то достаточно хамское общение друг с другом, вот сейчас вот за полгода нам удалось научиться общаться друг с другом вежливо. И уже сейчас это очень редкий случай, когда кто-то вдруг там эмоции захлестывает человека, и он все-таки не выдерживает и переходит таки, да, какую-то черту. Но это уже сейчас большая редкость. То есть приходилось принимать какие-то меры по каким-то порицанию, ну в основном какие еще у нас могут быть меры в общественной организации, только порицание. Но это все дает плоды и я считаю, что повышает эффективность. Ну и в завершение, может быть какие-то координаты, куда можно обратиться, если вдруг нужно будет связаться? Да, конечно, конечно, мы открыты абсолютно. Значит у нас есть страничка в социальной сети ВКонтакте, значит так вот, ну в поиске наберете, да, союз активистов Ленинского городского округа. Вот и на этой страничке есть даны ссылки на наши страницы в Фейсбуке, наши страницы в Инстаграм и на нашу электронную почту. Вот, поэтому все, что вас беспокоит, любые какие-то вопросы, предложения, вот, пишите, не стесняйтесь. Чем сможем? Поможем, либо советом поможем, либо конкретным действиям поможем обращение составить и так далее. Но хочу просто тоже обратить внимание, да, то, что мы тоже активисты, мы, ну, простые граждане. То есть мы не можем творить какие-то, не жреть от нас там каких-то, что чудес, что у вас там возникла проблема, вы нам написали, и мы сразу там волшебной палочкой махнули. И, значит, сразу все у вас там разрешилось, получилось, да, хотя что-то, что-то удается, и это радует. На самом деле, в первую очередь, мы что можем? Мы можем, как минимум, вас научить, как решить эту проблему, помочь составить обращение, да, подсказать что-то, да, поделиться опытом, да, и так далее. То есть очень часто люди к нам вот так обращались и по итогам вступали в нашу организацию и сейчас, как бы, работают, значит, в наших рядах. Вот, поэтому, ну, по сути, то есть мы должны понимать, что проблемы нашего района мы должны научиться решать сами. И должны друг другу помогать, не топить друг друга, да, пытаться там как-то самоутвердиться за счет друг друга, а именно проблемы, собственно, сообща, решать. Вот, и ставить вот эти наши цели и задачи выше своих каких-то там обид, амбиций и так далее. Ну, все мы люди, все мы, так сказать, всем нам это свойственно, вот, но нужно просто, чтобы наши цели, задачи и ценности стояли выше всего этого, и тогда все получится. Спасибо, Анатолий, за это оптимистическое завершение нашей встречи. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.